Друзья, всем привет! Настало время мне уезжать, уже все в сторону дома. Вот отель Campus Hill. Мы прожили здесь дней 10, неделю где-то. Ну, отель мне очень понравился. Меня сейчас даже на ресепшн спрашивали, ребята русскоговорящие, как вам отель, как вам вообще все в общем, в целом. И вот, пожалуй, это один из немногих отелей в Турции, в которых охота задержаться, и в которых охота останавливаться, и в которых охота приезжать все снова и снова. То есть, единственный минус, что здесь далеко пляж. Ну, как бы пляж нам, я уже насытился так сильно этим пляжем, что мы туда съездили один раз, только трансфер нас отвез. И трансфер ездит туда каждый час, возит людей, но как бы, ну, море далеко, ну и ладно. В общем, вот мы сейчас с вами будем ехать, я вам покажу как раз дорогу до моря и расскажу немного об отеле. В общем, отель новый, его построили пару лет назад буквально, он находится рядом с университетом, зимой используется как общежитие, то ли для студентов, то ли для преподавателей. Ну, там, в общем, девушки живут, они очень аккуратно живут, и там вообще нет никаких следов, никаких такого, чтобы там было видно, что кто-то там живет или еще что-то. Потому что очень-очень чистый отель, аккуратненький, и видно, что они его поддерживают, следят за ним. И персонал, очень хороший персонал. Подходите на бар, вам говорят, да, здравствуйте, что вы хотите заказать с удовольствием. То есть нет вот такого, вот как в некоторых отелях, бармены не уставшие и пренебрежительного такого отношения нет, когда вы подходите на бар, к бару за напитками. Вот. В Анталию тоже можно доехать, но там нужно, вернее, в Аланье заплатить какие-то копейки за трансфер, 1 евро, что ли. Ну, в принципе, если вот так идти по вот этой тропинке справа, то 2 километра и вы окажетесь либо на пляже, либо в Аланье окажетесь. Ну, рядом с Аланьей, это Махмудлар, или даже как-то еще по-другому называется, то есть не совсем Аланье, но как бы рядом с Аланьей. Но если вы путешествуете на машине, да даже не на машине, в принципе, отель очень хороший за эти деньги, это самая бюджетная пятерка. Но, как бы, отель, наверное, не дотягивает, конечно, до 5 звезд, но то, что твердая четверка, это да. И то, что мы платили там 50-60 долларов, это прям, ну, очень хорошо, потому что в эти деньги все входит. Я вот не устаю повторять, если один человек живет, он там что-то 20 тысяч чем-то платит, если два человека, там чуть побольше. Но в эти деньги все входит, друзья. В эти деньги входит алкоголь, в эти деньги входит еда, в эти деньги уборка, номер. Все-все-все-все, что можно только себе представить. В спа вы можете ходить, в бассейн, на море вас будут возить. То есть абсолютно все в эти деньги входит. Так, мне здесь надо как-то поехать налево. Ну, и вот, собственно, море. Пока мы с вами ехали, разговаривали, мы уже доехали до моря. Да, но только я налево не смогу поехать. В общем, сейчас я маршрут построю, и мы с вами продолжим. Я сейчас еду в сторону Мерсена, на восток. И, ну, соответственно, трансфер тоже так же возит людей. Он возит вот так вот налево, налево, налево. И там выезжают на Д-400. И, в общем, там море, есть пляж. И на этом пляже есть все напитки, вся еда. То есть вы можете утром приехать на этот пляж и целый день до вечера там провести. Вас там и кормить, и поить будут. И в том числе алкоголь будет, шезлонги, все бесплатно. То есть, чтобы вы понимали, приехать просто так на пляж, там нужно и за шезлонги заплатить. И нужно, естественно, за еду заплатить. И вообще за все, за все, за все, конечно же, нужно заплатить. Поэтому, когда вы приезжаете в отель, все включено. И, безусловно, вы на этом деньги экономите. Вот здесь где-то он находится, этот пляж. Рядом с быком. Там бык стоит, железный такой черный на дороге. И, в общем, там подземный такой переход. И вы там проходитесь и оказываетесь на пляже. Был очень сильный дождь. Гроза, ливень был ночью. И я так уже понимаю, все. Потихонечку начинается вот эта вот погода. Как в ноябре, в декабре. Вот эти ливни, грозы, гром, тучи. И поэтому уже пора уезжать. Вот такая здесь набережная. Тоже люди здесь любят гулять. Это все рядом, вот в двух километров буквально. Если у вас какой-то мопедик или самокат будет, или может велосипедик, вы, в принципе, сможете сюда приезжать. Ну, вы можете приезжать на трансфере, который возит людей на пляж, и как бы гулять здесь. Вот. Все круто, все хорошо, но вот единственный минус, что далеко море, и многие люди не хотят так. И поэтому цена, соответственно, низкая. Но если у вас есть машина, или вы просто сами по себе устали от моря, то это будет для вас вообще идеальный вариант. И бюджетный. Я имею в виду пять звезд. И вы сможете отдохнуть. В общем, я уже принял решение потихонечку выдвигаться в сторону дома. Мне нужно будет проехать около шести тысяч километров. Я сейчас еду в сторону Грузии, в сторону... Ну, сначала в сторону Мерсена. Где-то там, может быть, возле Мерсена, или еще где-то дальше. Ну, посмотрю, где будет более-менее нормальный вариант. Остановлюсь, переночую, и буду уже ехать дальше, в сторону Грузии. Вот. Такие горы здесь красивые. Мне еще нравится, что отель этот находится на возвышенности, на холме. Там примерно на высоте где-то 150-200 метров. И он как бы на высоте. Я люблю вот такие места. И это, конечно, тоже как бы для меня большой плюс. И, в общем, я уже решил ехать домой, потому что у нас был первый снег уже в Алма-Ате. И, ну, как бы уже все, зима. Я уже почти пять месяцев путешествую. Пятый месяц у меня уже пошел. И я думаю, пора уже закрывать этот сезон. Возвращаться в Алма-Ату. И, в общем, готовиться к новым путешествиям. Либо отдыхать от путешествий. Я даже не знаю, что я буду делать. Пока у меня план доехать до Алматы. Потихонечку, не торопясь. И я бы не хотел попасть где-то в снег. Потому что у меня летняя резина. И поэтому мне уже нужно как можно скорее уезжать. Вот с правой стороны вот такие шейки есть. И примерно вот как эти шейки, так же и выглядит пляж. Сегодня в Алма-Ате было 4 градуса утром. Ну, соответственно, где-то в горах уже может и снег быть. Я думаю, на вот этой грузинской военной дороге там запросто может быть снег. Потому что там очень высоко и холодно. И мне нужно уже до ноября как минимум хотя бы где-то оказаться. Ну, я не знаю. На западе, наверное, тоже может быть снег. В общем, не знаю. Буду сейчас ехать. Сегодня 15 октября. Я выезжаю из Алани. Естественно, это сейчас все ветром растует. Тучки раздует. И воду раздует. Лужи раздует. И уже будет, не будет вот этой прохлады. Еще можно будет. Я думаю, до конца октября еще можно. То есть сентябрь, октябрь. Это, наверное, самые лучшие месяца для того, чтобы поехать в Турцию. Потому что уже нет такого большого туристов количества. И цены хорошие. Ну, и вообще в целом нету жары вот этой сумасшедшей летней. Поэтому, я думаю, сентябрь и октябрь прям супер для отдыха. Навигация показывает мне 5 часов. 330 километров. Это вот 5 часов доехать до Мерсена. Это на восток. Туда ближайший крупный город. Мерсен. Потом Адана. И там потом пойдут вот эти города, в которых были землетрясения, Дербакирши, Шанрылфа. Там вот эти все-все. В общем, круто, конечно. Круто. Я отдохнул. Очень хорошо расслабился. Перезагрузился. Нужно отметить, что персонал очень отзывчивый. Вот мы все, что их просили, все они дают. Нужна вам там третья, четвертая подушка. Пожалуйста. Мы вам сейчас принесем. Нужно то. Пожалуйста. Принесем. И даже мы, когда нажимали кнопку не беспокоить, чтобы уборщица не заходила в номер, она всегда оставляла возле двери бутылку с водой большой. У них еще классно, что бутылки с водой не маленькие такие 0,5, а полтора литровые бутылки такие. И их надолго хватает на двоих. И туалетную бумагу. То есть каждый раз, когда мы этот, она оставляла. То есть это говорит о том, что, ну, персонал очень хорошо заботится и очень хорошо, то есть нет такого, что, а, ну не надо убираться, ну не беспокоит, ну и ладно, типа, короче, оставайтесь там без воды, без туалетной бумаги, вообще без ничего и, короче говоря, все. То есть они так ненавязчиво заботятся, такая забота милая. И это очень важно на самом деле, когда вы приезжаете на отдых, вы отдыхаете, расслабляетесь. Вот я давно хотел сказать, друзья, что я вот замечаю здесь, в Турции, я периодически заезжаю в отели в такие вот, ну, может быть, бюджетные там, или в которые все включено, или там, в которых цена чуть пониже. И вот я перед тем, как туда ехать, я всегда отзывы читаю в гугле там или еще где-то. И вот особенно наши русскоговорящие пишут отзывы такие, ну, немного неприятные, потому что, типа, там, им то и то не нравится, то и это не нравится. Ребята, вы приезжаете в отель самый бюджетный. Вы платите там, грубо говоря, там 30-40-50 долларов за ночь, и вам за это дают все, и, ну, чему здесь можно удивляться? Естественно, какие-то минусы будут у отеля. Ну, невозможно за 30, за 40, за 50 долларов создать первоклассный сервис, в котором будет прям все идеально. Если вы хотите сервис хороший, я всегда, вот, когда встречаю таких людей, когда у меня есть возможность, я говорю, ну, езжайте в Риксос, платите 300 долларов за ночь, вам там будет безупречный сервис. Ну, если вы приезжаете 30-40-50 долларов платите, ну, вы будьте готовы к тому, что вы получите то, что вы платите. Вот, поэтому, в общем, я доволен. Я вообще Турцию очень люблю, я тоже это не буду уставать говорить. Я прям всегда здесь с удовольствием путешествую, я здесь всегда расслабляюсь. Я знаю, что здесь нет никакого криминала, я знаю, что здесь все тихо, спокойно, что здесь никто вас не обманет, никто не кинет. Ну, я имею в виду, естественно, если вы сами этого не захотите. Нет вот этого аферизма, как, допустим, где-то, может быть, в наших странах или еще где-то. То есть вам, вы здесь сюда реально приезжаете, отдыхаете. Здесь вам не надо постоянно быть на чеку и так далее. Вы здесь можете спать спокойно в машине, это 100% безопасно. Даже к машине никто не подойдет. Тем более, если будут знать, что там спит человек, они вообще будут обходить, даже будут стараться не шуметь, не мешать. То есть они турки, они такой какой-то, конечно, в этом плане особенный народ. И, в общем, настал момент мне, конечно, прощаться. Здесь был отлив небольшой. А, это, наверное, не отлив, это из-за того, что были волны сильные. И из-за этого там море чуть-чуть попачкало пляжи. Ну, в общем, все равно классно. Сейчас вот будут дожди идти и будет трава зеленеть. И зеленеть, и будет опять вот это красиво. Я зимой все ездил, удивлялся, думал, как так? Неужели летом тоже будет зеленая, зеленая трава? На самом деле нет. Вот только зимой она такая зеленая у них. Ну, либо вот весной, осенью в такие вот времена. Газипаша, наверное. Здесь есть город такой. И аэропорт, если вы едете в Аланью, то вы можете этот аэропорт тоже рассматривать. Он ближе, чем Анталия. И он без пробок. То есть вот буквально за горой там уже этот аэропорт. Намного быстрее можно приехать в Аланью. Либо вот эти места, где как раз мы жили. Именно из Газипаши. Так будет ближе. Потому что когда едете в Анталию, там вот эти все обелег, серег, там очень много населенных пунктов. И возле каждого будет светофор. А здесь вот мы, когда с Кемира ехали, тоже примерно похожая ситуация. Банановые были плантации. Туризма уже, конечно же, здесь нет никакого. И, в общем, спокойная дорога вот такая. Я сейчас пока не буду выезжать на платную дорогу, потому что здесь ее и нет рядом, и нет смысла. И, в общем, за 5 часов, я думаю, вечером я буду уже в Берсине. Я думаю, буду проезжать по 300-400 км в день. За пару недель я доеду до Алматы, и это будет нормально. Но мне самое главное, это вот проехать вот эти Актау, Атерау. Потому что я там поеду по короткой дороге. У нас есть там в Казахстане кусочек дороги. Там, вернее, бездорожье. Я вам это все покажу. И самое главное, вот тот участок мне проехать, доехать до каких-то южных городов, до Адараса, до Чемкента. В этот раз у меня уже будет проходить маршрут намного быстрее, потому что я остановок уже туристических меньше намного буду делать. Я сейчас буду просто ехать прямо, и никуда не буду сворачивать. И уже буду только останавливаться, чтобы отдохнуть. Ну, и если будет, конечно же, такая возможность, я буду вам что-то показывать. Первый рубеж нужно преодолеть, попасть в Грузию. Там я буду проходить не в Сарпе, возле Батуми, а буду проходить в горах. Там есть Вали, другой КПП. Его все хвалят. Либо Вали, либо там еще есть один. В общем, я вам все покажу, расскажу. Это уже ближе к Турции, когда будет, когда я проеду вот эти все города, по которым мы с вами ездили. После Алании, после Газипаши, вот такие вот пустые дороги. То есть, они широкие, большие, и абсолютно нет вообще машин, потому что, я так понимаю, это связано с тем, что с Анталии в Аланию не едут туристы, и здесь уже мало туристических всяких разных мест, и поэтому здесь можно спокойно вообще путешествовать. Нет тут никакого трафика абсолютно, и машины практически вообще не встречаются. Вот буквально пару машин только проезжают. Если бы мы сейчас с вами ехали в Анталию или с Анталии, то там машин было бы гораздо больше. Ну, и это, в свою очередь, немного затрудняет движение, совсем чуть-чуть. А здесь вообще прям кайф просто какой-то ехать, и я сейчас включу себе какой-нибудь подкаст или какую-нибудь музыку, и прям с удовольствием проеду. Я вообще люблю дорогу, люблю, когда вот так вот меняются пейзажи, всякие разные запахи, разные вкусы, и каждая страна, она имеет свой вкус, и свои какие-то эмоции, и даже каждый город, вот вы едете, и в каждом городе даже может быть даже тот же самый вкус чая отличаться, либо вот, допустим, вот этот регион, он славится бананами. Здесь очень много банановых плантаций, и вот сейчас туда, если направо поехать, там будет Голубая лагуна, очень красивое место среди плантаций такое нетуристическое. Ну, туда много людей приезжают. И вот так вот по Турции везде. Где-то чай выращивают, где-то апельсины, где-то бананы, где-то еще что-то. Вообще, турки, они такой трудолюбивый, и, конечно же, народ нужно это отметить. И вот когда вот такие, типа Турции, вот эти вот эмоции, вот эти вот впечатления, они, конечно же, бесценны. 20 градусов обед, но я думаю, это связано с тем, что был дождь, и гроза была ночью, и поэтому температура из-за тучек сейчас здесь чуть-чуть опустилась. Ночью до 16-17 может температура опускаться, и, конечно же, уже, ну, в такое время будет прохладно спать. Можно, конечно, укрываться, там, одеваться, но нет никакого смысла, никакого удовольствия нет спать уже при такой температуре в машине, поэтому я думаю, я буду уже, вот этот уже остаток маршрута, уже только в отелях останавливаться. Здесь Д-400 периодически проходит вот так вот узенькая дорожка, во-первых, становится узкая, Д-400, во-вторых, она проходит прям вот серпантин, такой горный, там справа 500 метров вниз и, конечно же, здесь будет чуть-чуть затрудняться движение, но меня спасает только то, что сегодня выходной день, по всей видимости, и мало машин, вот здесь они пишут, тоже в дождь, до 50 нужно снижать, и здесь ездят фуры, и бывает такое, что вот за фурой, если попасть, то она очень медленно будет ехать, потому что ну вот такая вот дорога, резкие повороты и узкая дорога, никак не обогнать, и таких участков здесь, вот до Мерсена, будет много встречаться, вот мне ехать везде 80 километров, 4 часа, потому что будут вот такие вот моменты, ну где вы просто не можете разогнаться, очень красиво вот эти Адоналики, Малуста, это вот все кафе, я здесь кушал тоже один раз, они находятся в таких местах, очень красивых, и прям вот на берегу, и короче говоря, круто. Посмотрите, друзья, как эпично, дорога, серпантин, еще он вот так вот кружится здесь, и впереди тучи, я по-моему сейчас в дождь попаду, очень красиво, прям невероятно, конечно, вот такие моменты меня останавливать, машину заставляют, с этой стороны тоже, ну конечно, 500 метров здесь высота, вот банановые плантации, там пляжи дикие, на которые только, ну можно спуститься, но очень тяжело, конечно там никого не будет, красота, красота, скоро вот это Д-400 здесь не будет, потому что, ну, это она опасная, она узкая, и в Турции обычно вот в таких местах, ну, они закрывают дороги, и строят туда ближе, левее, в ту сторону, там строят туннели, там строят прямые, более широкие такие дороги, но вот эта дорога, она просто очень красивая, она меня всегда завораживает, вот я здесь много раз ездил, ну, немного, несколько раз, и я постоянно здесь кайфую, у меня батарейка зарядилась, а мне еще спускаться и спускаться, я доехал до Мерсена, и вот такой вот приличный здесь отельчик, с водой, только без чайника почему-то, и стоит всего лишь 30 долларов, на ночь. Там парковка, стоят машины, здесь они мойку открыли, или хотят открыть, и в общем, в Турции в основном все номера, они вот так идут, на несколько человек, на три человека, как минимум, 3-3 взрослых, один ребенок, и вот, пожалуйста, такие цены, очень чисто, как всегда, и цена очень хорошая, но он не новый, этот отель, видно, но они за ним следят. Я продолжаю продвигаться на восток, в сторону Грузии, буду сейчас вот проезжать развилку здесь, направо вот уходит дорога в Искендеру, и туда на восток, в сторону ближнего востока, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, ну и, короче говоря, все вот это, то, что там, как раз таки, это одна из причин, почему я решил покинуть этот регион, потому что геополитика накаляется, обстановка накаляется, кстати, вот один из пропускных пунктов, я сейчас еду по платной дороге, и, в общем, нет никаких людей, никого нет, просто вы должны здесь снизить скорость, до 30 км в час, и, короче говоря, просто проехать, и потом через интернет это все можно оплатить, если у вас нет карточки, вы заходите, и, собственно, по номеру оплачиваете, вот, и, что, вот здесь мы и будем проезжать с вами как раз вот эти места, где было землетрясение в прошлом году, как Роман-Мараш, Газиан-Теп, Шан-Рел-Фа, вот эти все-все-все города, я надеюсь, что там дорога будет открыта, и, в общем, накаляется обстановка, уже один авианосец американский зашел туда, рядом с Израилем стоит, там в регионе, и второй идет, и вообще весь мир сейчас об этом говорит, что там может вспыхнуть новая война, новый конфликт, и, в общем, я решил, короче говоря, подальше уехать из этого региона, потому что, ну, Турция тоже, как бы, встает против Израиля, и, поэтому, совестно, ну, ей это не нравится, по крайней мере, что там происходит, и, короче говоря, это 500 километров всего лишь отсюда, даже сейчас еще, наверное, меньше, и, в общем, я решил не дергать удачу со усы, и, короче говоря, уже ехать в сторону Грузии, перейду, может быть, завтра или послезавтра границу с Грузией, быстро проеду Грузию, и уже через, может быть, несколько дней уже буду в России, а там совсем рядом, через Кавказ проеду, и уже буду в Казахстане, там уже поспокойнее будет, я надеюсь, но вместе с тем, тоже спрогнозировали на 16 октября, там заморозки уже, до 3 градусов, отрицательная температура, поэтому, может быть, и лед на дорогах, и все такое, поэтому, я думаю, мне нужно поторопиться, и как можно быстрее добраться хотя бы до южных регионов, я еду исключительно по платным магистралям, нигде не останавливаюсь, останавливаюсь только, чтобы поспать, когда, ну, темнеет уже, я понимаю, что, как бы, уже нет смысла ехать дальше, потому что, когда темнеет, водителю нужно намного больше сил тратить на то, чтобы проехать один и тот же участок, чем, допустим, днем, и сегодня так же, я думаю, я проеду еще где-то 6 часов, ну, в планах, конечно, у меня по-хорошему проехать Газантеп, может быть, где-нибудь в районе Шанры-Улфы, я там где-нибудь переночую, и, уже, скорее всего, завтра, я перееду границу. По трассе, по автобану, по платному, машина очень хорошо едет, расстояния намного быстрее преодолеваются, чем, вчера я ехал со стороны Алании, я доехал только до Мерсена, потому что, во-первых, был дождь, во-вторых, там дорога идет по серпантину, D400, ее еще не успели модернизировать, и пару раз даже чуть-чуть заносила машину, несмотря на то, что я, как бы, ну, никуда не спешу, еду, спокойненько, не тороплюсь, но было пару заносов, потому что серпантин, и вода собирается, и резкие повороты закидывала заднюю часть, но здесь есть системы, которые сразу стабилизируют, система курсовой устойчивости, системы помощи, системы предотвращения столкновений, и так далее, поэтому машина, конечно же, мне очень хорошо в этом плане помогает, и, ну, я могу расслабиться, но все равно, я не злоупотребляю, я стараюсь ехать максимально аккуратно, потому что, ну, есть такое правило, тише едешь, никому не должен, вот, в общем, здесь уже, как бы, я вот съехал после Мерсена, вот такие вот ландшафты, уже смотреть особо нечего, здесь, если ехали, поехать вот сейчас направо, вот здесь на развилке, из Кендерум, вот там показывают красивые, такие, не туристические места, не испорченные туристами, и там есть отели, и многие прям рекомендуют туда поехать, и я постоянно проезжаю этот кусочек, не знаю, почему я туда не заезжаю, ну, в общем, в этот раз я, конечно, знаю, почему я туда не еду, потому что, во-первых, у меня времени мало осталось, мне нужно до конца месяца покинуть Турцию, во-вторых, ну, геополитическая ситуация накаляется, и я бы не хотел бы туда ехать, именно еще нужно приближаться, потому что туда, если поехать, вот он уже Ливан, и вот он уже здесь Израиль, тут вообще совсем все рядом, совсем все близко, и там, если ракеты полетят, они полетят во все страны, и вообще, что здесь будет твориться, мне даже страшно представить, я на удивление очень быстро доехал уже до города Газанте, мы здесь уже с вами были, когда-то позапрошлом году, по-моему, и еду уже в следующий мой город Шанр-Ул-Фа, и, в принципе, здесь уже рядом Сирия, вот, я выехал, по-моему, где-то в 11, сейчас 2 часа дня, и, прям на удивление, я быстро проехал, вот сейчас, с правой стороны, как раз-таки, собственно, город Газанте, это платная магистраль, я сейчас еду, о 52 и 90, место, и здесь она очень, прям, так хорошо проходит, здесь индустриальная зона, как раз, и туда вот это все, дальше, жилые дома, там, старый город, бровей, и так далее, но это мы с вами уже все видели, поэтому я проезжаю дальше, и навигация мне говорит, что там будет одна закрытая дорога, не знаю, еду, но свой страх и риск, по самому быстрому маршруту, в Турции обычно, если, как бы, дорога закрыта, то, ну, как бы, есть объездные пути, и, ну, два города, не может быть такого, что дорога между двумя городами, собственно, закрыта, хотя в жизни, конечно, всякое бывает, но я, в общем, еду в сторону Шанры-Олфы, и надеюсь, что все-таки удастся туда, в сторону Диар-Бакыра, проскочить, вот, Шанры-Олфа, 150 километров, если доеду до Диар-Бакыра, или еще туда дальше, там есть центральные города, в Турции, сегодня до вечера, это будет вообще супер, и я завтра уже смогу пересечь границу с Грузией, а Грузию там можно вообще за один день проехать, и, собственно, послезавтра я уже, наверное, буду где-то в районе Верхнего Ларса, или в России, около 100 долларов примерно будет стоить топливо, доехать с Алании до границы с Грузией, до границы, там пограничный пункт Вали есть, я уже примерно посчитал, примерно 100 долларов на гибриде, расход у меня где-то в районе 6 литров, и примерно вот столько, я думаю, по Грузии и по России там тоже примерно полный бак понадобится, ну и там по Казахстану, наверное, пару баков, и в общей сложности, наверное, где-то 200-300 долларов, будет стоить топливо из Алании до Алматы. Шанлы-Урфа, я проехал вот по вот этой трассе, по магистрали О-52, около 500 километров, наверное, от Мерсена, до Шанлы-Урфы, и она как раз-таки где-то здесь заканчивается, может быть, пойдет туда в сторону Мардина, и чуть-чуть, ну и все, там как бы Сирия уже, поэтому я сейчас еду уже в центральную часть Турции, с удовольствием вообще проехал по этой дороге, без светофоров, широко, там проезд стоит какие-то вообще смешные деньги, очень мало, и, конечно же, оно того стоит, потому что вы экономите время, экономите деньги, ресурсы автомобиля, расход топлива у вас меньше, потому что вам не надо останавливаться на светофорах, ну и просто вы быстро проезжаете. Диарбакыр, мы там уже с вами тоже были, это столица Курдистана, не классно, здесь очень много курдов живет, ну и тоже город с богатой историей, там очень интересный, такой не туристический, он только открывается для туристов, в общем, если здесь окажетесь, я думаю, вам стоит его посетить, очень интересное место. Проезжаю, вот, буду подъезжать к Севереку, город Северек, и Хилван, по-моему, проезжаю, и нужно отметить, что вот в этой части Турции люди, конечно же, намного живут скромнее, чем, допустим, в той же самой Анталии или Алании, потому что здесь нет моря, и здесь земля не такая плодородная, и, конечно же, здесь нет никаких туристов, можно часто встретить, что здесь запрягают лошадей, вот на таких вот повозках они здесь ездят, и, ну, намного, намного скромнее люди живут, в общем, вот, сейчас я встречал тоже людей, детей, дети сошли, шли со школы, тоже по одежде, видно, что одеваются весьма скромно, и, конечно же, на машинах их никто не забирает, как, допустим, где-то в Анталии или ну, в той части в Кемере, да, и вообще здесь машин, в принципе, мало, здесь в основном фуры, все больше встречаются машины с номерами, вот, которые приграничные страны, здесь Ирак, и так далее, и, в общем, что еще, ну, и, в общем, ландшафты, вот такие вот здесь, пустынные, чем-то похожи на Казахстан, сухая трава, вот они хлопок здесь выращивают, несмотря на то, что здесь люди живут скромно, все равно здесь хорошие дороги, хорошие трассы, я думаю, они как-то все равно финансируются из какого-то республиканского бюджета, и бесплатной трассы, и, в общем, конечно же, то, что здесь люди скромно живут, соответственно, они строят такое некачественное себе жилье, из некачественных, по всей видимости, материалов, и из-за этого, вот, в прошлом году, когда здесь было разрушительное землетрясение, из-за этого здесь было много жертв в этом регионе. Доехал до города Диарбакир, и, в общем, цены здесь на отели выросли очень сильно, и отель, собственно, так себе, но стоит в районе где-то 40 долларов для одного человека, только с завтраком. Вроде бы, сезон у них закончился, но все равно цены такие достаточно высокие. Ну, чисто, конечно же, очень чисто, как всегда, в Турции, и все необходимое, в принципе, есть. Единственный минус, что отель такой старенький, но у него вроде как очень хорошее расположение, и здесь стены старого города прям совсем рядом. Ну, вида здесь, конечно же, вообще никакого нет, в данной комнате. И ну, я бы, наверное, два раза бы не приезжал бы в Диарбакир, не знаю. я тогда приезжал, здесь были такие классные отели, может, это из-за того, что зима была, может, еще из-за чего-то, и здесь уже стоят батареи, потому что прохладно будет зимой. вот так он называется, Диэс-хотел, по-моему, здесь нет ни бассейна, ни спа, ничего такого вообще, хотя они заявляют, четыре звезды. Я сейчас вышел погулять здесь на улицу, и, в общем, у них вот такая вот картина здесь практически везде, на каждом шагу вот такие вот остатки от домов, то есть развалины все убрали, увезли. Собственно, осталось то, что от дома, от фундамента, я даже не знаю, как это назвать, и если пойти вообще в любую сторону, можно сколько угодно таких мест найти. То есть здесь как-то здание целое стояло. Что самое интересное, друзья, это вот все находится прям вот буквально в центральной части, вот дом, который разрушился, рядом здесь стоят дома, которые уцелели, вот магазин, шок, и вот мой отель. Прям вот буквально в 50 метрах я буду здесь спать сегодня ночью. Удивительно. Что, друзья, здесь можно встретить вот такие здания, я не знаю, сколько здесь, девять этажей или сколько. Написано 94-й год. Но здание полностью не эксплуатируется и ни окон, ни дверей, ничего нет. Видимо, признали аварийным его. Но оно стоит целое. Напротив еще два здания. Но здесь и окна, в принципе, и двери есть, все, но оно вообще никак не заселено. То есть жильцов там нет. Вот здесь люди живут, а здесь нет никого. Хотя здание целое, даже окна все есть. Вчера я оказался в городе Диар-Бакыр. Я провел здесь ночь и вчера погулял здесь. Немного ужаснулся, конечно же, вот этими всеми видами, разрушенными зданиями, полуразрушенными, зданиями, которые выселены люди, в которых никто не живет. Ну и вообще здесь много, конечно, всяких разных событий произошло в этом регионе. И, собственно, я погулял вчера вечером. С одной стороны, разрушения до сих пор в некоторых местах убирают, даже до сих пор на дороге вот эти остатки мусора строительного можно заметить. Ну и в то же самое время дети бегают, играют в футбол, люди ходят, то есть жизнь продолжается. И вот дом, допустим, вот с правой стороны, он тоже полностью выселен, и он накренился. То есть я вижу, что он немного накренился вот сюда, в сторону дороги, и, в общем, его тоже весь полностью выселили. Скорее всего, это все под снос. Никто там не живет. Ну, друзья, я хочу сказать, что хотя бы так. Хотя бы так, потому что я знаю, что в наших странах, в СНГ, в Казахстане очень много аварийных домов, в которых нельзя жить, но там живут как-то люди, и это все на самом деле может привести к большой очень трагедии. Вот. и что еще было интересно, это то, что здания какие-то полностью разрушились. Вот Land Cruiser с турецкими номерами. Обычно они такие, но здесь не ездят. здания какие-то прям полностью разрушены и вообще под фундамент, под корень. А какие-то здания ни одной трещины нет. Я вчера специально походил по этажам гостиницы, в которой я жил, и в номере посмотрел. То есть там старая плитка как бы и старые отделочные материалы, и в принципе ни одной трещины нет. В коридорах, там где тоже лифт, тоже посмотрел, там тоже нигде нет. И никаких трещин, никаких вообще следов, повреждений. То есть не видно, что они там что-то ремонтировали, замазывали. То есть какие-то здания качественно видимо строили, какие-то некачественно. и вот технически сложные объекты, какие-то там развязки дорожные, мосты, там еще что-то. Ну они тоже все как бы уцелили, несмотря на то, что землетрясение было ну достаточно таким разрушительным. Этот регион Диарбакэр, он в принципе был тогда еще таким неоднозначным. Здесь вот очень много можно таких мест заметить. Вот с колючей проволокой, то есть с заборами с высокими. И сейчас этого еще больше, потому что они вот эти все здания, они их тоже все замотали проволокой колючей, закрыли заборами. Вот. Для Турции это редкость на самом деле, что вот какие-то здания, еще что-то, какие-то объекты прям вот так вот прям сильно охраняют. Возможно, это, конечно, что-то связано там, я не знаю, с какими-то такими местами, которые нужно охранять. Ну, вот, с левой стороны обычные, похоже, жилые дома или общежития. Это тоже, видите, какой высокий забор. И вот, да, Диарбакир, он такой. И я жил вот в этом отеле. И, конечно же, вот прям рядом с ним повсюду вот эти вот разрушенные здания прям под фундамент, под корень. Я, когда доехал до него, я, честно говоря, вообще забыл, что здесь вообще такое было. И я начал сначала искать отели. Вчера смотрю, вижу, что цены примерно в два раза увеличились на отели в этом регионе. И, в общем, я приехал, заселился и вышел на вечернюю прогулку и смотрю повсюду вот эти вот куски, вот это вот все, остатки вот этого бетона строительного. То есть, они как бы убрали мусор, но они не убрали вот эти остатки песка, остатки штукатурки с асфальта и полностью досконально не вычистили город. И, собственно, в некоторых местах прям можно видеть, как это все вывозили. Потом я ехал вчера по трассе, видел, как фуры везли, тоже там арматуру, вот этот весь мусор строительный. До сих пор, сколько времени прошло, почти год, до сих пор здесь борются с последствиями землетрясения, несмотря на то, что в Турции это все очень четко и быстро делается. и до сих пор они вот это все убирают. Вот, мы сейчас с вами переезжаем потихонечку в новые районы, которые совсем уже недавно построили, там новые отели, пятизвездочные, новые всякие разные здания. И я жил прямо возле стен. Прямо возле стен. это вот такие, такой старый райончик и конечно же там старые здания. Вот здесь вот допустим по-моему вообще не было разрушений. А именно там, а еще видите что с навигацией происходит в Диарбакире? Во-первых навигация здесь с ума сходит. Во-вторых дрон здесь толком не мог тогда полетать нормально и это именно вот здесь вот в Диарбакире это что-то связано с глушилками или еще с чем-то я не знаю. То есть навигация не может понять где я сейчас еду. То есть сбивается. То есть она как сказать в общем не работает здесь как следует навигация и в прошлый раз тоже так было и что еще я честно говоря даже не знаю сюда мне надо ехать или нет но будем надеяться что сюда вот видите какие здесь здания то есть они строились очень очень некачественно и я даже когда смотрел когда это все было как-то расчищали вот эти завалы землетрясения извлекали людей и я обратил внимание что практически не использовали железо не использовали арматуру очень мало где использовали и ну естественно с нарушениями строили конечно из-за этого и было много жертв около 120 зданий разрушилось только вот в одном этом городе Тиарбакер и это еще не самый большой по разрушительности город то есть здесь еще были города в этом регионе в котором еще больше пострадало людей и здание было разрушено и вот собственно конечно это все трагично и с одной стороны а с другой стороны но я вот задумываю что ну как бы люди да либо по своей неграмотности по своему незнанию либо еще как-то то есть экономили на строительстве и там многоэтажки строили и в итоге получилось так что было очень много шерст из-за этого то есть конечно же это очень печально вот такой здесь регион ну это конечно же место такое то есть отличается от общем вот от Турции особенно от Анталии от Алани от тех регионов от Кемера от того что вообще все находится там на побережье вот этой местности здесь во-первых моря нет во-вторых здесь ну так вот грязновато и скромно люди живут но вместе с тем здесь все работают сетевые супермаркеты мини-маркеты работают очень доступная еда здесь ну в Турции она как бы везде доступная но здесь прям вообще мясо стоит прям намного меньше и видите что с моей навигацией я сейчас вообще посмотрю туда я еду или нет я еду по трассе а она думает что я где-то там еду навигация мне постоянно пишет что она закрыта эта дорога ну не знаю я сейчас буду пробовать возможно там как-то получится объехать бывает такое что пишет что дорога закрыта но там как бы проехать можно такое бывает либо ну навигация думает что там вообще проезда нет потом вот это слева это все машины бронетранспортеры военные все больше и больше чем больше будете ехать на восток тем больше будет у вас проверка документов меня останавливали прям перед Ярбакиром обычно в Турции меня вообще никто не останавливает видит что ну номера казахстанские машут просто проезжай все а здесь останавливали проверяли ну как бы ничего не спрашивали просто ну проверили вот еще одна военная машина ну либо полицейские у них и таких очень много машин здесь я вам тогда еще про это говорил вот и как раз таки я думаю это связано с тем что навигация здесь тоже плохо работает из-за этого но я честно говоря вообще не хотел останавливаться в этом городе потому что я как бы знаю обо всем об этом что город такой что здесь было землетрясение что здесь были протесты что были волнения я не хотел но здесь на самом деле нет никаких вариантов других я честно говоря думал я остановлюсь где-то на окраине а на окраине те отели в которых я жил там просто в центре цены там до 200 до 300 долларов очень сильно подняли и ну естественно не было никакого смысла и вот этот отель я за него заплатил там 40 или 50 долларов и то я торговался на ресепшн ванна если поехать это будет прямо а вот этот бетлиз я поверну как раз через 13 километров налево ну и вот вы сами можете видеть какие здесь ландшафты какая здесь природа вот люди по трассе ходят пешочком то есть ну все говорит о том что здесь никто не шикует и люди живут в этой части Турции очень скромно наверное самое скромное это вот здесь живут потому что после Стамбула там Греция Европа есть ну там как бы тоже примерно похоже но там хотя бы Стамбул рядом и там денег у людей побольше возле Анкары тоже там что-то как-то какие-то движения а здесь прям совсем утопичная такая картина и ну имеет место быть если вы едете и хотите проехать по южному побережью то скорее всего в любом случае вам придется здесь проехать ну и все равно вот эти города Мардин Диарбакирш Unreal 5 они очень интересные по своей сути с богатейшей историей и хотя бы один раз я думаю если вы любите Турцию вам нужно эти города посетить посмотреть погулять по несколько дней прям потому что действительно есть здесь что увидеть вы едете 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 ничего интересного но когда приезжаете туда вовнутрь там да вау прям вот через 12 километров попробую повернуть налево ну в крайнем случае Даша если она будет закрыта я всегда смогу через Ван проехать и там возле Армении ну либо еще как-то сейчас посмотрим как навигация будет строить в любом случае в Турции очень много дорог это не так как у нас в Казахстане там одна дорога ну по сути если как бы она закрыта то вы уже не проедете здесь заправки все чаще все реже встречаются поэтому нужно следить за топливом нужно следить за топливом и я наверное как раз таки это сейчас и сделаю в общем друзья заправился я и поинтересовался у заправщика а вот видите пишет дорога закрыта и я не знаю может быть она там дальше будет закрыта но до Бингола он сказал что открыта причем здесь вот в этой части Турции вы сможете разговаривать только на турецком и я уже понимаю то что я спрашиваю у заправщика там открыта дорога или закрыта на турецком и он мне отвечает и он мне говорит где там проехать проедь 10 километров там поверни налево и он мне это говорит и я это все понимаю и я в какой-то момент понимаю что я уже здесь разговариваю на турецком и полностью абсолютно потому что здесь вот в этой гостинице в которой я сегодня ночевал я туда сначала позвонил говорю на английском вы разговариваете на английском он говорит нет и бросил трубку я говорю ну ладно хорошо приехал и в общем на турецком от начала до конца он прям с улыбкой там так со мной разговаривает скидку мне сделал и турки конечно тащатся когда они видят что иностранец и вы с ними разговариваете на турецком языке я думаю это связано с тем что все-таки те люди которые из Казахстана приезжают особенно я родился в Казахстане то есть я казахский язык понимаю и ну что-то могу говорить и поэтому наверное мне легче с турецким и короче говоря в общем учите турецкий если захотите в этой части турции оказаться потому что английский здесь просто никто не знает а русский тем более вот и что-то покушать или там поселиться элементарно в гостинице что-то купить в магазине там ну в магазине ладно там в принципе там никаких вопросов у вас могут спросить только карточку лояльности либо пакет нужен вам или нет и как бы ну это легко выучить а вот допустим поселиться в гостинице или там еще что-то или там спросить как проехать как заехать открыта дорога или закрыта ну для этого конечно понадобится знание языка ну короче он мне сказал что в общем до пингола я доеду а это в принципе ну нормальная такая часть маршрута меня еще постоянно спрашивают самый наверное пожалуй распространенный вопрос где-то в сообщениях личных или еще где-то сколько я потратил денег на это путешествие и я вот путешествую уже почти 5 месяцев ну я думаю там в Риж-Калмате уже будет 5 месяцев ровно и сколько я потратил денег сколько все это стоит я вам скажу честно я не считал я не считаю деньги никогда на топливо сколько я трачу не считаю никогда сколько я там на еду трачу то что я там трачу на гостинице я вам всегда говорю когда захожу в номер я вам говорю сколько я там в том или ином месте заплатил но я вам так скажу что за гостиницы то есть выходит меньше чем допустим снимаете условно говоря квартиру в Алмате или где-то в Астане то есть в Турции в гостиницах стоит жить меньше чем в квартире в Алмате еда тоже по сути как бы намного доступнее чем в Алмате потому что вот эти все овощи это все здесь стоит очень мало ну мясо да но если вы будете где-то кушать типа Аков Тейсуф или Тавук Дунайс и такие сетевые ресторанчики кафешки в Турции то вы будете экономить деньги если будете сами готовить не знаю это сомнительно мне кажется тяжело приготовить самому в Турции и какие-то деньги сэкономить потому что когда ресторан готовит они готовят очень много и они закупают там знают где закупать и в общем там нюансов много вот что еще топливо я расходую вот видите человек стоит и вот это вот можно все чаще чаще вот он стоит или ждет кого-то или еще что-то тут до ближайшего населенного пункта я не знаю десятки километров топливо в общем одного бака 60 литров мне хватает на тысячу километров в зависимости от того как ехать и по какой местности ехать если местность горная вверх-вниз вверх-вниз то я успеваю заехать на горку потом спуститься и полную батарейку себе зарядить это хорошо для гибрида если ехать полностью по по прямой ну вот типа как здесь то конечно расход топлива будет чуть больше потому что я у меня рекуперации здесь нет я энергию которую затратил на то чтобы куда-то подняться или разогнаться я ее не рекуперирую здесь светофоров еще нет ну очень мало светофоров я практически скорость не скидываю и ну короче говоря если ехать не быстро то как я вам говорил уже вчера от от Аланей до границы с Грузией до Вали примерно 100 долларов будет стоить на гибриде доехать по топливу ну а там вы уже смотрите сами в каких странах вы будете заправляться потому что топливо всегда по-разному стоит во всех странах топ цены на топливо разные и если допустим ехать по Казахстану то там будет топливо намного меньше стоит чем здесь и естественно я там буду тратить намного меньше и там я буду проезжать расстояния большие там примерно тысячи километров я проезжал по Казахстану и соответственно там будет меньше расходы на гостиницы в Турции то есть я экономлю деньги когда я путешествую по Турции я трачу намного меньше чем допустим трачу в Алмате потому что я могу заехать в отель все включено и платить там условно говоря 15-20 тысяч и у меня будет все включено абсолютно все и это даже еще на двоих вот видите вот так вот останавливают здесь машины голосуют пытаются доехать ну не знаю я не знаю потому что здесь вообще туристов нет и такое не туристическое место попутчиков я не беру не знаю почему наверное не хочу рисковать потому что охота да помочь там кого-то подвезти еще что-то но с другой стороны это риск ну я не знаю кто там может со мной рядом оказаться в одной машине и как бы здесь то есть то что я хочу помочь у меня преобладает здравый смысл на том что может быть какой-то риск какая-то доля риска да Турция это абсолютно безопасная страна и вот он еще КПП видите с военными с военными машинами вот он для чего-то же здесь стоит и вот бронетранспортеры и так далее то есть это все вот люди которые будут ехать со стороны Сирии со стороны Ирана и это все вот здесь контролируется и не просто так и ну и конечно же не хотелось бы чтобы кто-то оказался в машине там не знаю вы же не знаете этого человека поэтому есть своего рода риск с одной стороны хорошо что здесь такая пустошь равнина что здесь нет вот этих вот гор сумасшедших перевалов и вверх-вниз вверх-вниз но все равно я посмотрел вчера по навигации я буду сегодня 5000 набирать набор высоты и 3 или 4 тысячи буду спускаться поэтому плавно-плавно все равно он как бы подъем то идет то спускается вот и не знаю возможно там уже дальше к вот этому городу Ирсуриум возможно там уже будут горы но здесь пока в принципе нормально вот такие вот холмы небольшие но скал гор нету и соответственно перепадов высоты тоже большой нет а вот вот такие вот небольшие перепадики это классно это хорошо и для машины хорошо и для топлива в общем нормально езжаю к городу Бингол и действительно одна часть дороги встречная полоса закрыта и они сузили здесь получается пустили всех на одну полосу и получается то есть дорога не закрыта дорога просто стала ужина на две полосы но ехать можно и поэтому когда навигация присылает вам такое сообщение что типа дорога закрыта или еще что-то возможно она просто стала лучше скорее всего потому что ну там Бингол достаточно большой город и как бы здесь холмы степи паспища ничего такого нет и люди ходят по трассе и как бы здесь один путь только ну по сути прямой поэтому ну не могут они полностью эту дорогу конечно же закрыть и в общем посмотрим что дальше будет был еще один кпп и полицейские уже были в таком камуфляже с автоматами тоже с видеорегистраторами и в общем ну прям такая беседа у нас с ними прошла типа куда вы едете откуда едете в Казахстане разговариваете по-турецки не разговариваете по-турецки в общем я с ними сначала пытался поговорить по-турецки потом понял что нет смысла напрягаться говорю давайте по-английски не понимаю по-турецки и вот здесь вот в этой части я так понимаю что это связано сейчас с геополитикой и связано с тем что здесь но вот эти страны рядом находятся здесь прям контроль такой более усиленный и жесткий и это ну не туристическая Анталия Алания Кемер где там на проезжай иностранец проезжай то есть у них здесь как-то жестко все у меня даже в аэропорту в Анталию я несколько раз заезжал никто на меня не обращал внимания а здесь прям либо может быть это связано с тем что ну им просто скучно не с кем пообщаться и в общем он мой паспорт прям так взял держит и задает вопросы и короче говоря ну я что-то понимаю что-то не понимаю что он говорит и короче говоря ну в общем ему было важно знать просто откуда я еду куда я еду и типа зачем я еду и я ему сказал что я просто возвращаюсь домой еду в сторону Грузии и через Грузию через Россию возвращаюсь домой он сказал все окей то есть не попросил меня там выходить из машины что-то показывать в машине хотя у меня там сзади вообще беспорядок и вообще все разбросано в общем вот эти приграничные районы приграничные города вот он еще один КПП я только проехал и еще один КПП они там строят сейчас мост с левой стороны напрямую через речку и короче говоря он еще не открыт и поэтому здесь вот приходится вот так проешать в большей своей степени дорога вот такая вот широкая четырехполосная посредине либо будет разделительная полоса либо промежуток в общем ехать можно здесь вот по этой трассе Т-950 несмотря на то что навигация постоянно пишет что она закрыта в общем проехать нормально можно продвигаюсь в сторону города Эрзуру 140 километров осталось здесь по горам идет такая дорога и опять сейчас был просто идет трасса и прямо на трассе просто был КПП проверяют документы откуда вы куда вы едете и уже полицейские все в камуфляже все то есть не обычная такая форма полицейская все в камуфляже с автоматами в касках бронежилетах и в общем я даже не пытаюсь с ними разговаривать по турецки потому что они как бы не понимают английский а я не до конца понимаю турецкий поэтому мне с ними как бы проще так разговаривать на английском и в общем они смотрят паспорт спрашивают откуда вы и короче говоря все гоу-гоу все больше ничего не проверяю температура опустилась возможно из-за того что здесь горы уже листики желтые и где-то до 20 градусов примерно здесь плюс-минус опустилась ну и в общем вот такие вот здесь периодически ландшафты периодически есть деревья зелень но в основном конечно же пустошь много населенных пунктов но заправки уже режут пейзажи прямо казахстанские и все и дома очень сильно похожи с выбитыми стеклами и коровы вот так на лугах здесь пасутся сушат белье вот так вот ток лулар и в общем вот так вот здесь люди живут возле дороги какой-то поселочек или деревенька небольшая но очень сильно похож на казахстан прям вот мы будем с вами проезжать по казахстану я вот вам покажу где-то тоже такие места и тоже вороны вот так летают заброшенные здания вот они вроде бы что-то здесь пытались сделать но видимо здесь никто ничего не пользуется спросом автодом даже стоит видимо просто отдыхают в кармане люди но есть заправка нужно отметить что есть заправка и можно заправить топливо топливо везде одинаково стоит у них нет такого перепада что где-то больше где-то меньше во всей Турции одинаковые цены на всех заправках ну и топливо соответственно тоже я так понимаю они за этим строго здесь следят вот через 3 километра еще одна будет заправка с мойкой и вот они любят 50 километров в час вот в таких местах делать бараны здесь по трассе гуляют карли ова только то закончилось и вот еще один здесь начался тут же сразу рядом ну да очень сильно похоже очень вот так у них тоже здесь прям короче говоря без заборов без ничего все валяется собаки люди ходят по трассе ну это вот центральная часть Турции она вот такая вот своеобразная интересная ну тоже многоэтажные здания есть все без заборов не знаю честно говоря за счет чего здесь люди живут ну интересно вот я продолжаю движение под 950 пока нигде она закрыта не была о подъезде к этой разруму здесь был камнепад у меня там тоже за спиной был сильный камнепад и я так подозреваю что да действительно здесь была дорога закрыта и было завалено все камнями и ну не пускали сюда машины но в Турции как бы вас развернут вас вас не пустят заранее сюда поэтому то что мы едем то что я еду сейчас это значит я доеду туда дальше дорога в принципе по всему маршруту от Диарбакера в общей сложности вот везде такая была 4 полосы 2 здесь 2 навстречу и разделительная еще и хорошая дорога в принципе если думаете ехать по этой дороге то я думаю стоит единственное вот там в горах перевал там был камнепад обвал и видимо из-за этого была дорога в какой-то момент закрыта скорее всего на какой-то промежуток короткий и ну это в памяти где-то у навигации осталось и поэтому она ну как бы предупреждает что возможно там будет закрытая дорога тем более зимой сейчас много дождей и летом наверное там будет поспокойнее а вот зимой возможно будет ну обваливаться друзья проехал город Эрзерум это город такой в общем там трамплины все что связано с лыжами с горнолыжными курортами и наверное поэтому они там и Хилтон построили то есть находятся там на горе и видимо там вот эти зимние виды спорта потому что там все люди в куртках уже там да и уже и здесь прохладно меньше 20 градусов температура опустилась и собственно вот мы едем сейчас с вами по горам вот туда на север Резе мы там с вами проезжали Хопа Черное море уже здесь все совсем рядом примерно 100 километров и можно оказаться прямо на берегу Черного моря откуда собственно все и начиналось но мы едем сейчас с вами чуть другое место другое КПП и ехать мне 200 километров осталось 233 часа ну и в общей сложности наверное вот как я начал с Ярбакира примерно такие везде пейзажи здесь панорамы и примерно такая же дорога по сути ничего не меняется вверх-вниз вверх-вниз периодически какие-то города встречаются и вот этот город который я только что проехал это самый крупный город был на моем пути а так в основном все маленькие какие-то поселения деревеньки были заправки много заправок было поэтому за это в принципе можно не переживать но и на пустом баке тоже лучше не ездить всегда должно быть у вас где-то в районе полубака плюс-минус слишком много тоже нет смысла возить топливо по Турции и слишком мало тоже нет то есть такая золотая середина должна быть потому что каждый килограмм каждый литр топлива влияет на ваш расход то есть это тяжелее машине везти это топливо и по сути нет в этом никакого смысла потому что все равно нужно останавливаться на заправках все равно нужно разминаться пить чай воду туалет и заправлять каждый раз по 500 по 1000 лир и нормально по сути оптимально это для всех и для машины и для вас вот здесь ущелье такое ну очень сильно казахстанскую напоминает местность особенно вот возле Алматы если мы едем куда-то на Чарынский каньон или на горячие источники там очень-очень похожа вот эта местность и тоже перепады такие вверх-вниз вверх-вниз постоянно вот я думаю я сегодня уже вернее я не думаю я как бы уверен в том что я сегодня уже окажусь возле границы с Грузией я там забронировал отельчик очень интересный отель замок такой и в общем я сегодня переночую а завтра уже буду пересекать границу потому что вот этот пункт Вали который я буду пересекать он работает только до восьми вечера и многие люди мне так забавно читать комментарии оставляют отзывы что типа ставят одну звезду и говорят что типа как это так пограничный пункт не работает круглосуточно ну друзья я сколько раз повторял что не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь но вот люди так решили люди так хотят они так работают и они вправе не нести ответственность за то что вы там решили ночью там в три часа ночи поехать куда-то и подвергнуть риску во-первых себя и своих родственников вообще нет никакого смысла ездить после восьми уже после шести даже нет смысла потому что темнеет и видимость снижается и вам нужно тратить больше сил чтобы ну условно там допустим один и тот же промежуток проехать и короче говоря естественно ну ни один нормальный человек не поедет в восемь часов вечера пересекать границу какой смысл там как бы можно встать там может быть очередь там вообще все что угодно может быть и поэтому нет вообще никакого смысла туда лезть вечером это лучше делать утром или ну в обед по крайней мере ну никак не вечером и естественно поэтому он как бы и не работает да другие пункты работают но этот пункт не работает они так решили ну я считаю что это абсолютно нормально у них такая политика они не хотят короче говоря перед тем как куда-то ехать друзья ознакомьтесь с расписанием и то есть пограничные пункты даже международные могут не работать круглосуточно да такое бывает вот и на некоторых пунктах там на какие-то нюансы какие-то свои особенности есть и так далее и тому подобное периодически начинается дождик такой начинается заканчивается начинается заканчивается но температура сильно упала вот я уезжал из Алании там 30 градусов было здесь сейчас меньше 20 и вот периодически попадаются вот такие вот на 70 на ограничение по скорости бывает вообще 50 и они пишут что радар 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 а я уеду вроде радара нет нигде но все равно я считаю что если как бы этот знак а вон он там радар если этот знак стоит если есть это ограничение то это в первую очередь для вас он здесь стоит перед нами проверка говорите по-турецки нет не говорим посмотрели имя по-моему записали мое имя в планшет что как бы я здесь проезжаю ну и собственно все то есть стандартная стандартная процедура которых которых в туристических местах таких процедур как бы вообще нет не останавливают не проверяют ничего и здесь были полицейские в полицейской форме ну и тоже были в камуфляже я думаю сейчас чем ближе мы будем подъезжать к границе или еще куда-то тем чаще здесь будут возможно останавливать но они останавливают не для того чтобы знаете что-то там найти что-то как-то докопаться как какое-то нарушение типа найти там типа там пьющих найти у них здесь такого вообще нет абсолютно и они просто видимо останавливают ну может от скуки либо от того что им просто сказали всех подряд останавливать и проверять типа паспорт ну и все то есть они проверяют машину ничего вот да типа классная машина откуда с Казахстана все круто молодцы молодец и все это какой-то маленький небольшой городочек да со светофором обычно нет такого тур тум с фонтаном со светофором зачем здесь красный свет если кольцо есть честно говоря не понимаю ну в общем часто здесь останавливают в этой части прям очень часто ну и как бы смотрят все документы паспорт иногда даже не читают просто паспорт ну паспорт все короче я дальше еду здесь высота полторы тысячи метров над уровнем моря и конечно же будет прохладно я думаю туда куда я сейчас еду там примерно тоже так же будет может быть даже еще выше еще прохладнее хорошо что у меня есть куртка и теплая одежда но уже холодильник я не включаю давным-давно да и вообще холодильником мы пользовались очень редко вообще не было его вести никакого смысла я сейчас это понимаю и вообще очень много чего я возил в Европе да и в Турции везде в любом супермаркете можно купить лед и этот лед положить в кулер и он будет охлаждать все что находится в кулере а потом лед можно в напитки добавлять или еще куда-то и когда слишком жарко ему тяжело работать ему нужно много энергии и поэтому холодильник так себе затея возить а здесь еще в Турции можно было много чего готового покупать и ну мне кажется оно того не стоило возить с собой холодильник по крайней мере такой большой ехал с вот этой дороги Д950 и выехал на Д062 она идет в сторону Грузии в сторону Ардахан и тоже между двумя вот такими большими хребтами тут ущелье она проходит и прям резкий 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 такой набор там мы спускались а теперь сейчас я опять еду вверх вверх туда в горы и набор высоты прям резкий идет периодически тут камнепады очень не хотелось бы чтобы сейчас пошел дождь потому что если пойдет дождь он может размыть и камни могут посыпаться а я конечно же этого не хотел бы эта трасса не платная бесплатная и она ну была относительно давно сделана и поэтому тут лучше ехать вот ближе к центру то есть если дальше начнутся камнепады то можно будет быстро отреагировать на это то есть с правой стороны лучше не прижиматься населенных пунктов все меньше и меньше я все таки надеюсь что сейчас будет заправка потому что у меня топливо как раз там осталось где-то на 150 километров ну я хотел бы в Грузию въехать чтобы топливо было вот здесь вот как раз они скалу скалу вот эту тоже были видимо камнепады и они ее прям сеткой вот так укутали чтобы если допустим камни посыпятся чтобы они не попали в стекла не попали в машину и так далее в Грузии будет чуть-чуть меньше стоить топлива незначительно но меньше в России потом еще меньше и в Казахстане прямо еще меньше хотя на 2300 я поднялся только что и вот знаете не перестаю удивляться что здесь вообще по сути никто не ездит кроме меня дорога пустая просто вообще абсолютно нет ни фур никаких машин вообще никого нет и вот такой перевал на высоте 2300 метров это наверное высота Медео или Чимбулака даже у нас в Алма-Ате вот первая машина я не знаю минут за 15 за 20 наверное мне только едет навстречу и они здесь сделали посмотрите какую широкую дорогу четырехполосную и она идет еще относительно ровно то есть это не такой серпантин как где-то там в Европе мы ездили с вами что там на поворотах вся резина стирается здесь максимально ровно идет дорога она бесплатная она относительно ровная да попадаются здесь сладкие но вы извините здесь снег зимой здесь лед зимой и вот пожалуйста делают люди в горах дороги в Турции вообще у них вот как-то все справедливо распределено если вот допустим они делают дороги в Анталии такие хорошие то как бы они сделают и здесь такие хорошие дороги чтобы была справедливость вот здесь уже зеленые всякие разные елочки ну да интересно конечно невероятная красота здесь друзья и вот я проезжаю прям за каждым поворотом все круче и круче пейзаж сейчас проезжал город там была крепость средневековая ну и впрочем как бы здесь тоже люди жили если я не ошибаюсь здесь было армянское царство во времена римской империи и здесь нету моря ну до моря вот до черного моря только туда 100 километров а в этой части высокогорье где-то 1000-1200 метров вот постоянно я еду и периодически вверх-вниз вверх-вниз но очень красиво еще солнце мне сейчас в спину подсвечивает все эти горы и они прям все разноцветные и все цвета здесь есть добрался до следующего моего отельчика отель в очень хорошем состоянии он находится рядом с двумя КПП в Али и второй который вот в центральной части Турции КПП на границе с Грузии с Грузией но туда не советуют ехать но вместе с тем здесь есть два КПП вот так вот дверь здесь включается свет за дверью и какие-то жвачки или еще что-то я вообще понять не могу что здесь происходит это уже все тепло потому что на улице холодно и вот так он называется Челдыр Голу короче Челдыр я не знаю что это такое Голу это озеро Конаки это гостиница в общем интересный отель я вам завтра покажу как выглядит все снаружи сегодня здесь есть ресторан приехали с правительства люди с местного с университета приехали и здесь уже прохладно поэтому я поднял вот так шторы чтобы согреться вот вам середина октября в Турции я уезжал из Анталии было 30 градусов плюс 30 градусов здесь сейчас я даже не знаю сколько ну прохладно здесь сейчас прям достаточно прохладно вода все есть все очень чисто сам по себе отель в очень хорошем состоянии видно что он не затасканный не было здесь такого гигантского количества туристов и в общем все чисто культурно и стоит он на одного человека для меня в районе 20 долларов всего лишь 20 где-то 25 долларов м 20 в общем в общем 2 3 Продолжение следует...